Урок мужества с героями России прошел в кадетском корпусе имени Александра Кочетова. О подвигах, о доблести, о славе Вячеслав Бочаров рассказывает по долгу службы и велению сердца. Герой России Вячеслав Алексеевич – наставник президентского проекта «Эстафета поколений». В одном строю с ним боевые товарищи. Как полагается, по старшинству первым к кадетам обратился генерал-лейтенант Николай Гаврилов, герой Российской Федерации. Он частый гость в кадетском корпусе. Мне приятно, что он авиационно-космической направленностью и главком ПВС курирует вас. Вот я уже второй раз провожу урок мужества в этом кадетском корпусе. Прекрасная аудитория, прекрасный личный состав, живые интересные вопросы. Я думаю, что в этом кадетском корпусе вырастут очень много патриотов, много героев, много настоящих патриотов нашей страны. Знания о том, как вести себя на поле боя и умение их вовремя применить, не теряться и не пасовать перед врагом – вот настоящее мужество. Полковник Вячеслав Бочаров, герой России, об этом знает не понаслышке. Он руководил спецоперацией по освобождению заложников в Бесланской школе. Тогда ему тоже пришлось молниеносно принимать верные решения и не поддаваться эмоциям. Воспитывать в себе эти качества нужно на конкретных примерах, которых в истории России достаточно. И современные кадеты в первую очередь должны помнить о том, что они – наследники славы своих дедов и прадедов. Я уже объездил все кадетские корпуса практически в нашей стране. Я выполнял поручения президента по кадетскому образованию. Завтра в Министерстве просвещения министр Васильева будет проводить совет по кадетскому образованию. Поэтому я там член этого совета, я непременно постараюсь выступить и довести до тех, до всех, что вот в Чебоксарах есть такое прекрасное учебное заведение, которое готовит настоящих патриотов нашей страны. Сам Вячеслав Алексеевич с огромным уважением относится к героям Великой Отечественной войны, рядовым бойцам и полководцам, которые преподали всему миру урок патриотизма и мужества. С этими же чувствами на защиту чести страны встают и на спортивных состязаниях. Олимпийские чемпионы тоже общались с кадетами. Герои, олимпийские чемпионы вот так не жалели себя, делали все достойно, с честью, с чистыми помыслами, чтобы было товарищам, родителям спокойно. Гости прошли и по учебным аудиториям, и жилым помещениям корпуса, и отметили, здесь созданы все условия для того, чтобы воспитывать будущих защитников Отечества. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика.